У нас в Якутске можно выучить на ювелир в достаточно множество местах. У нас много среднего образования, которое предоставляет эта компетентность. А если говорить о высшем образовании, то это Арктический государственный институт культуры и искусств и также Северо-Восточный федеральный университет. Самое главное качество ювелир, который должен иметь, это усидчивость, потому что работа ювелира, она очень кропотливая. Одну работу можно делать вплоть до нескольких месяцев, то есть надо сидеть и кропотливо все создавать, делать. И ты работаешь на своем рабочем столе, он называется верстак. Ты с утра до вечера сидишь и создаешь украшения. Вообще есть две техники. Это вручную создавать украшения, а также при помощи литья. Литья вручную подразумевает в себе то, что ювелир все вручную выпиливает, спаивает, гравирует и так далее. А литье подразумевает в себе то, что мастер-ювелир создает восковую форму, а потом отливает из металла украшения. Ну вот как раз на мне мои украшения, которые я сама, получается, создавала. Но уже при помощи 3D создавала мастер-модель, а потом уже отливала. Это браслет и вот такие вот сережки. Главная разница в том, что ювелир-технолог работает механически по заданным схемам. То есть ему дают схему, ну как бы, да, и он делает, то есть не добавляя от себя ничего. Ювелир-дизайнер, он создает что-то новое. Он подходит к своей задаче творческой, и его задача создать украшения, которые еще не создавалось, добавлять свои какие-то элементы интересные. То есть, ну, главная разница в этом. Но при этом я считаю то, что ювелир-дизайнер все-таки должен обладать навыками ювелир-технолога. Потому что ювелир-дизайнер должен понимать, с чем он работает, как ведет себя материал, как создавать из металла украшения. Это целая как бы наука. И чтобы создавать украшения, ты должен понимать, с чем ты работаешь. Мне кажется, у каждого ювелира-дизайнера свое видение на вдохновение. Ну, например, я лично вдохновляюсь чаще всего природой. Я очень много изучаю историю, особенно ювелирную историю. Я много посещаю музеи, рассматриваю старинные украшения. Сейчас меня интересует история кочевых народов, золота сарматов, золота скифов и так далее. Через призму вот этой истории я вдохновляюсь и создаю свои собственные изделия по собственному дизайну. Иногда вдохновение может прийти резко, как в комиксе, вспышка лампочки. Вот так, хоп, лампочка светится, и ты такой держишь и начинаешь придумывать. И такой, хоп, а если вот так вот, и начинаешь уже вырисовывать, чтобы не забыть. Но не все такие идеи являются работоспособными. То есть, если ты создаешь эскиз, надо с ним работать чертен долго. Его надо много рисовать, перерисовывать, доводить до конечного продукта. А это тоже довольно долгий и сложный процесс. Если говорить вкратце, то мне сказали попробовать сделать какой-нибудь обрег. Не сказали, какому конкретно, а вообще создать что-то такое для ребенка. Но чтобы оно было необычным и с большим сакральным смыслом. То есть, с якутским культурным кодом, получается. Но не то, что обычно у нас тут делают и продают. Примерную концепцию я почти сразу поняла, что я примерно хочу. Тогда я вдохновилась детскими модулями. С использованием нашей культуры и нашего верования, получается. Я отправила, и, мне кажется, моя идея была настолько необычной, что ее, по-моему, запомнили. Но ко мне больше с этим вопросом пока не подходили. Так как у нас было обучение в британской школе искусств. АГКИ отправляла своих студентов по программе прийти в 20-30, получается. И после окончания этого обучения ко мне уже подошли и попросили создать мой обрег по моему дизайну. Если вначале я вдохновлялась модулями, я начала изучать саму историю, получается, детских обрегов в нашей культуре. И меня очень зацепила история того, что раньше для детей создавались обереги. То есть они вешались на люльку. А после того, как ребенок вырастал, то этот оберег пришивался на одежду. А далее, если это, например, девочка, то она шла как приданая. И создавала, ну, как бы она могла идти на поезд хаппар. Сейчас, не сюда, как оберег. А далее она могла использовать этот оберег уже на собственном ремонте. Как бы цикл такой идет, да? И все это изучая, я создала оберег, который может быть настольным сувенирным украшением. Либо его можно повесить на стену, либо можно одеть как нагрудное украшение. То есть он должен быть мобильным и плюс еще должен трансформироваться. И с учетом всего этого, подвески, они все снимаются. Их можно менять, убавлять, добавлять. Этот оберег, он должен сопровождать своего, как бы, хозяина всю его жизнь. Вот с учетом этого.